Но тут, как назло, в эту свалку втянулась Англия со своими ганноверцами. Ну, еще и Ирландия. С зеленой мундирой. Все верно. Но, слава богу, в эту кучу малу свалилась еще и Пруссия. Так что нам можно вздохнуть свободнее. И чем все кончилось? Мы видим войну. Приветствую всех. Вот, собственно, и пришло подходящий момент, так сказать, делать решение издания за Францию. Первый ход будет переделан. В качестве альтернативы, ну, по-другому ветке сценария можете использовать предыдущий видос. Но этот видос будет полный опять с первого хода. Итак, у меня есть еще одна важная новость. Я так понимаю, наверное, далеко не многие читают то, что я там в сообществе пишу. Я не дублировал эту информацию в Телеграм. В общем, сейчас такой период, что я попал под сокращение. Это не рофл. Короче, буду искать новую работу. Тем не менее, постараюсь, чтобы ролики плюс-минус выходили в частоте их выхода за последний, вот, можно сказать, месяц. Да, чтобы там минимум неделю-две штуки получалось. И буду рад любой поддержке на Boosty. Может, многие могут знать, а могут не знать. У меня там есть Boosty. Но что-то как-то популярность он не снискал. То есть, был бы рад поддержке. Плюс, как бы, стараюсь все-таки уйти в мододилинг. Плюс-минус балансный. Ну, и, собственно, не планирую пока делать какой-либо контент платный. Так что, как-то так. Начинаем. Значит, у нас следующие будут здесь идеи. То есть, нам нужно, как бы, заключить такую серию больших союзов, чтобы сделать... Ну, обозапасить себя, в принципе, с востока там. И, в принципе, создать такую песочницу, при которой мы могли сконцентрироваться на каких-то колониальных приобретениях. Например, там, какой-то войне на море с Англией. Там, каким-то, может быть, претензиями на Марокко, на Алжир. Для этого нам нужны договоры с Фествалией и Ветернбургом. После чего, без призыва кого-либо мы атакуем Савою. Савою, кстати, там, как вы могли видеть, можете переметать. Надо атаковать вместе с генералом кавалерии. Есть 20% шанс, что, может, не прокнуть ей будет поражение. В этом случае сделайте просто 300, потому что количество действий, которые мы сделаем, минимально. Далее, там можно позаключать договора с всякими там индейцами. То есть, вот отдать там одну территорию, отдать Квеб и Клузиане за 8 тысяч, индейцам за 6 тысяч. Это нашу армию автоматически кинет вот сюда. И мы сможем ей сразу проатаковать. Мы объявляем войну 13 колониям. Это автоматически тянет за собой войну Британию. Британию мы отдадим остров. И за это мы получим с нее 7 тысяч и перемирие. То есть, но с 13 колониями мы останемся в войне. Что дает нам плюс и претензии на то, что мы можем сформировать за счет повстанцев Америку по-быстрому. Подветренные острова я там отдал еще на новые испании за 6 тысяч. Здесь уничтожаем порт, развиваем все. Отличие от предыдущего прогона здесь было в том, что с Авою мы берем за счет удачного автобоя, грубо говоря, на рандомичах с первого хода. Это открывает нам лишний порт сразу. И мы можем как можно больше застолбить торговых партнеров. С итальянским княжеством тоже заключаем договор и союз с Генуей тоже. Я это особо не калькулировал. Можно еще и с Венецией. Там только надо порядок посмотреть. То есть, меняем кабинет министров, понижаем везде аналогии. Ну и, собственно, таким выдается наш первый ход. Флот северо-западный не трогаем. Там нам войну объявят Нидерланды. Кое-какие события. Вот тут, кстати, нанимаем армию, нанимаем Брик. Брик это, чтобы порт пираты не закошмарили. И индейцев для того, чтобы выбить, собственно, эту пробку из-под Нидерландов. Там еще торговые договора про заключаем. Союзы всякие про заключаем. То есть, вот с Венецией у меня это не получилось. Немножечко не тот порядок действий сделал. Там, по-моему, надо начинать с Венеции. И потом предлагать Гену. И потом, по-моему, итальянскому княжеству. Там за определенные деньги вы можете заделиться. Хотя, в принципе, участие в Венеции в этом союзе не обязательно. То есть, она вряд ли на вас попрет. Потому что у вас будет серия огромных союзов. Главное, в наступательных войнах никого не старайтесь тянуть в эту войну. Да и, в принципе, в оборонительных тоже, если есть возможность. Хотя я уже не позапамятовал и не помню. То есть, второй ход у нас начинается с того, что мы начинаем просто кушать. Начинаем делать так называемое бостонское чаепитие. Пробиваем здесь 3-1 колонии. Подтягиваем наши подкрепления. Порядок действий, которыми можно выбивать и делать, так скажем, США, может быть любой. Здесь нанимаем генерал. А вам может повезти или нет на этом театре действий. То есть, там они могут нанимать отряды. Могут забить на найм отрядов. Что позволяет, соответственно, куда более-менее без проблем все отыграть. Если в каком-то моменте у вас будет вдруг выходить за туп, просто играйте лично и проблем не будет вообще никаких. Я имею в виду по поводу автобоя. То есть, понятное дело, что я делал некоторые прогоны, чтобы они были более-менее удачными для меня. То есть, если еще самый важный вариант. Не используйте сейв лоат. Я, конечно, предоставляю сейв. И это немножечко портит игровое состояние, когда вы его загружаете. Потому что это, по сути, лоат на другой машине происходит. И игра немножечко по-другому себя ведет, нежели бы она вела у меня. То есть, в целом, игра довольно простая. Если по максимуму не юзать сейвы. То есть, если вы просто играете в игровом состоянии, как начали, и без сохранения. То, в принципе, вам и чаще будет вести на автобой и прочее. Если вы начинаете использовать сейв лоат или обузить это стараться, то, соответственно, проблема может возникнуть в том, что вы получите абсолютно другую ситуацию на следующем ходу. То есть, кто-то протокует, кто-то нет. Или наоборот, там, допустим, Нидерланды могут атаковать, ну, тоже Фландрию, да. Обычно они проигрывают автобоем. Но если вы сейв лоат и занете, они выиграют. То есть, это может, соответственно, вам подпортить положение. Здесь в Бостоне укрепляемся. Там, как вы видели, я высадил наши основные войска, которые были из-под Парижа, под Марокко. Здесь продолжаем продавливать. То есть, нам нужно именно подрасчитать таким образом, чтобы выбить всех наших основных агентов оттуда, оттуда мы хотим выбить. Лишить возможности Британию очень сильно усилится. Конечно, с другой стороны, здесь сильно усилится Испания. Но это навряд ли будет вам каким-либо образом мешать. Потому что Испания, скорее всего, станет очень мощным союзником, нежели врагом. Я, конечно, не знаю, что там будет дальше, условно говоря, там на 50-х ходах. Но с той экономикой, которую мы разгоняем в Париже, в принципе, мы за 10 ходов делаем 500 благосостояния. И это довольно сильно. То есть, за 100 ходов это 5000. При всем при этом, что еще технологически к этим 50 ходам вы там разовьете прялку и все, что можно. И у вас будет благосостояние еще больше расти. При этом при всем вы вольны сделать республику, если захотите. Что также вас ускорит. Здесь вот, ну, особо не торопимся. Хотя, конечно, да, можно ворваться, даже генералам там выйти, дотянуться до поселения и на автобой, собственно, уничтожить. Но лучше вот убить вот эти небольшие армии, чтобы они нам не мешали. То есть, возвращаемся через постройки. Напоминаю, что если вы проходите через постройки, то это сохраняет ваши очки передвижения. Потому что, в противном случае, армия на страткарте огибает их и тратит ненужные очки передвижения. То есть, даже в наступлении, ну, с учетом повреждения вражеской инфраструктуры, все-таки следует использовать эти возможности. Например, до Савой я дотянулся за счет того, что зашел в свой порт. Но ни в коем случае не заходите в порт Савой, иначе вы потеряете преимущество захвата этой области на первом ходу. И здесь держим Марокко в осаде. В принципе, это связано с тем... Кстати, вот важный момент, да, Вертенбург. Я отдал им физиократию в обмен на колледж. Технологию, которая открывает колледж. То есть, и мы сразу же ставим его. Собственно, такие вот дела у нас. Марокко мы держим в осаде, потому что у них там строится. Вы посмотрите, чтобы у них построилось там, ну, грубо говоря, какой-то уровень обсерватории. Они дороги отстроят, отстроят еще одну текстильную мануфактуру. То есть, в принципе, можно ждать и дольше. Хотя я уже не стал ждать. Просто получал там 600 или 700 монет при технологиях, что у меня были уже с этой провинцией, потому что она довольно богата. Таким образом, как бы сказать, заскочили навек вперед. Здесь продолжаем планомерно выбивать все подразделения 13 колоний. Кстати, вот если вы не спешите, они свои силы довольно сплетят. А у вас получается их концентрировать. Тут вовремя у меня это шло немножечко на самотек. Как вам советую проконтролировать, это изучение технологий. То есть, полезно изучать военные технологии. В данном случае за Францию это очень актуально, потому что вам, возможно, понадобится после даже вот такого хорошего старта много где повоевать. Много где лично, в зависимости от уровня вашего скилла. Поэтому такие технологии, как доступ к легкой кавалерии типа драгунов, там, короче, каре и штык будут очень кстати. Я, конечно, являюсь сторонником того, что там что-то выменивать у вас маны, чтобы получить картечь. Это бред. То есть, ну, если это, конечно, давать им территорию, то это довольно неисторично получается. Ну, вот если там за деньги или проще, то типа, пожалуйста, и как бы воюйте. То есть, хотя, в принципе, я никому не навязываю свое мнение, вы вольны играть так и хотите. Вот. Значит, тут у нас из-за того, что мы с Австрией сначала вошли в войну без созыва кого-либо. То есть, а сделали мы для того, чтобы заключить с двумя союзниками Австрии, Вестфалии и Вюртенбургом союзы. Потому что в противном случае эти фракции уйдут к вам в оппозицию. А так, союз они довольно несклонны нарушать и являются сдерживающим фактором от бесконечной войны с пруссаками. То есть, таким образом у вас как бы на восточной периферии будут только Нидерланды, которые, соответственно, особой угрозы вам не причинят. После того, как вы лишаете их ряда их заморских владений, их казна довольно сильно пустая. И ограниченность иметь полный стэк решает очень сильно. Тут проносим. Носим. То есть, мы уже заняли Филадельфию. Идем дальше. Что у нас тут? Никакая дипломатия. Тут, как стандартно бывает, первые ходы делаешь бодренько. Остальные начинаешь пролагивать, тупить. Начинается там куча дипломатии. То есть, заключаем договора. Я заключил, решил с Крымом из Персии торговые договора. Можно было с Данией, но там некоторые фракции, вы смотрите по опыту, потому что они практически всегда находятся в блокаде. То есть, типа Дании. То есть, Швеция ее закошмарит или вовсе поглотит. То есть, если есть возможность заключить со Швецией, то лучше заключить со Швецией договор и в таком духе. То есть, тут у нас даже африканцев можно, так сказать, Алжирско-Морокский легион нанять в нашу армию. Он, кстати, дешевле, чем линейка. По статам не сильно плох. И, как я подозреваю, он косит под колониальную линейную пехоту. То есть, в принципе, получает все бафы от тех военных технологий, которые открывают ему дополнительные финтиплюжки. То есть, довольно хорошо, чтобы не расточать свои деньги на, собственно, здесь вот просто так в тыл проатаковали, потому что там немножечко упустил ситуацию. Мне стоило захватить это поселение пораньше. Это позволило 13 колониям нанять вот этих своих бомжей. Но, тем не менее, очень сильно как-то на результат это не влияет. Мы продавливаем и идем дальше. Соответственно, не забываем постоянно тратить деньги на то, чтобы пополнять и снабжать, так сказать, нашу армию в Америке. То есть, мы очень скоро подходим к линии, когда у нас появятся американцы. Я не приделывал здесь, наверное, не знаю, еще, может быть, приделываю на монтаже лейбочки, где какой ход. Хотя, вот это, как я смотрю, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, сейчас будет вот восьмой ход начнется. Да, вот это вот восьмой ход у нас начинается. То есть, к восьмому ходу, в принципе, у нас появляется восстание американцев. В Бонсерской части эпидемии, так скажем. Ну, я специально не захватывал сразу Бэйн, потому что хотел, чтобы столица была в Бостоне. Если, в принципе, на эту штуку забить, то тогда получится сделать более лучший трай. То есть, спокойно выбить все 13 колоний, и по времени мы успеем. Здесь же есть небольшая заминка, которая привела к тому, к чему приведет. Тем не менее, считаю, результат получился довольно хороший. Я давно уже прорабатывал стратегию того, как сделать тут оптимально. И решил отказаться от идеи выполнения задания, то есть присоединения Лузианы. Эти земли нам ничего не дают, и что еще более пагубно, Лузиана тянет в нас конфликты, которые нам не нужны. То есть, там будет момент, когда Англия объявляет войну в Лузиане, пытаясь нарушить перемирие. И втягивает, пытается через Лузиана втянуть вас. То есть, тут спокойно отказывайтесь. Тут работает еще такой фактор, что если Лузианы каким-то образом выживают, то есть, неважно. Даже если вы с ней, по-моему, в войне даже если находитесь. Но если вы захватываете те территории, которые нужны вам по заданию, ее все территории все равно переходят к вам. Это тупо заскриптованная фигня. Никто не калибровал того, как это логично должно работать. Собственно, девятый ход у нас появляется в США. Они захватывают Бостон со столицей в Бостоне. Все отлично. Ну и на этом же ходу остатки 13 колоний переходят во владение Великобританией. Поэтому очень важно, как можно больше территории из 13 колоний держать по собственным контролям. Это нужно в первую очередь для того, чтобы потом передать это американцам. Кстати, всю инфраструктуру вы можете удалять. Можно удалять ее заранее, можно удалять ее примитивно. Я кое-где не удалял и чинил. Это исключительно для того, чтобы увеличивать свою армию и, собственно, ее контингент. То есть я, по сути, получил такой колониальный стэк, где у меня, кстати, куча кавалерии ирокезов. Ну, это, кстати, более дешевый аналог той колониалки, что я нанимал. Но это очень полезно. Очень полезно, потому что они повышают ваш, так сказать, шанс к автобою. Это довольно мощный для автобоя отряд, потому что он считает, что стрелковую колонию, имба, шассеры, драгуны. Ну и все, не контрится. Такие дела. Так, значит, что у нас тут дальше? А, да, стягиваю я армию от совой с ее генералом Беларом. Короче, собираю стэк. Тут донанял я карабинеров. Как раз таки тоже довольно дешевый и довольно действенно, потому что в армии Нидерландов будет много ополчения, которое вы можете, в принципе, очень легко рассеять за счет выстрела с коня и затем атаки. Так, на монтаже уже заметил, что я чуть ли два раза почти один и тот же ход показал. Хорошо, что заметил. Так, ладно. Вот что бывает, когда пытаешься вырезать все передачи ходов. Потом, короче, собираешь кусочки. Так, значит, что у нас тут? У нас, в принципе, все отлично. Мы не смогли дипломатическим путем достичь переговоров с Америкой, поэтому нужно, короче, показать им, что мы, собственно, стронг, и что нас стоит бояться. Поэтому мы берем Филадею, все отнимаем в них, попутно разрушаем всю инфраструктуру, ну и, собственно, даем США чуть вырасти, пускай они, типа, отнимают небольшие эти. И нам главное показать, что мы сильнее. То есть у них в большинстве провинций просто появятся минитмены, они по автобою довольно слабые. Тут разбиваем марокканское восстание. Минитмены довольно слабые, поэтому там, в принципе, Ишка поймет, что она слабее, и у нас получится заключить минный переговор. Небольшой спойлер там на следующий ход. Но не суть. То есть я пытался даже отдавать ими деньгами. У меня были трои, в которых мне приходилось отдавать 30 тысяч. Да, вот, я пробую, да, там 7 тысяч, отдать 4 региона. Они меня шлют. Кстати, очень нелогично работать здесь и тут надо прощупать. То есть на одном ходу я пытался заключить. В итоге я понял, что нужно принуждать их к миру путем военной доминации, что мы сейчас попробуем осуществить. Такс, тут ничего. Такс. Да, я тут очень долго пользуюсь. Блин, наверное, даже это стоило вырезать. Ну да ладно, пускай будет. Короче, да, то есть различные варианты, там даже с технологиями. В итоге они мне такие, типа, ты что, лишнего погнал? Я такой, ну ладно, уничтожаем всю инфраструктуру Филадельфии. Вот эти два поселения, они заберут сейчас при сдаче мной ухода. У нас останется, по сути, единственное большое поселение, которое мы контролируем. Тем не менее, они забрали маньки и мы угрождаем, по сути, взятием Бостона. То есть тут я решил не доводить уже до конца. Попробовать еще раз, ну точнее, не уничтожать их, да, ради того, чтобы заключить и принудить их миру. То есть у нас, кстати, с ними историческая близость, там сразу нарисовано, поэтому все довольно круто будет. И с Парижем мы с Виларом спокойно выиграем автобой. Там генерал Супер 100 500 звезд, плюс у нас больше сил. Тут я знаю, что у меня корабль шестого ранга, у них бриги, поэтому продавлю их автобоем. И за то, что у меня типа Адмирал, он всегда отступает, тем не менее, их корабли несут потери. То есть даже с учетом поражений мы выигрываем, можно так сказать. И рано или поздно выбиваем Австрию. То есть сейчас перейдем опять к переговору с США. Сейчас попробуем отдать чисто одного поселения, ведь без денег, без технологий они, в принципе, его приняли. А наша армия телепортировалась. Телепортировалась она, естественно, вот сюда, в Латинскую Америку. И, по сути, все, наше положение здесь довольно стабильное. Мы можем продолжить выбивать Нидерланды, потому что теперь у нас здесь какая-никакая армия. Да и, в принципе, можно чуть-чуть задеть пиратов для того, чтобы они не так сильно кошмарили. То есть оставить им чисто один их столичный регион, а второй регион, типа Триндетта Табага, ради Сахарка, можно и прибрать к рукам. То есть вот в США мы замирились. К сожалению, они сразу лепят союз с ирокезами. То есть если у вас получится заключить с ними перемирие на том же ходу, на каком они появились, то есть передав вам технологии, возможно, дав деньги, у вас получится также заключить торговое соглашение и союз, что будет очень кстати, потому что, по всему случаю, они успевают заключить с ирокезами соглашение. Ну, с другой стороны, можно ирокезам не объявлять войну, то есть не вписываться за Лузиану прямо со старта игры. Извиняюсь. Это, в принципе, ни на что не повлияет. Вот, собственно, тут я дальше прощупываю, что там есть по технологиям у остальных фракций. То есть, возможно, где-то можно совершить какой-то выгодный омен. Тут утихомириваем Марокко. То есть в ближайшее время нанятых сил и всего прочего нам будет достаточно. Забавный, кстати, баг тут будет потом чуть дальше. То есть в США мы замирились. Скорее всего, то, что ирокезы опоясывают США с северо-востока, то есть не дают ему куда-то развиваться, то, скорее всего, естественным врагом для США станет в ближайшее время Англия. Потому что, короче, у них есть территории, которые, очевидно, должны войти в состав Америки. Вот тут, то есть мы уже жмем автобой, спокойно разбиваем. Проходим дальше. Не будем работать на усиление нашего флота в Средиземном море. Лишние отряды распускаем. Все, сейчас заправим их в корабли. И вот тут, кстати, был важный момент. Я забыл. Тут, кстати, вот если до порта не дотягиваемся, да, то есть можно вот так вот, например, чтобы порт не рушить, кавалерию выкинули, и нам хватит точков передвижения. Мы забираемся спокойно, без проблем. И строим там корабль 6-го ранга. Вот этот флот, который у нас там кошмарил 13 колоний и американцев, он возвращается, соединяется с нами в Латинской Америке. И мы начинаем там уже свою такую колониальную, так сказать, политику, распространенную на небольшие острова вдоль Латинской Америки. Значит, готовим нашу армию к походу против, собственно, варварских государств. То есть наше желание забрать Алжир и Тунис необъятно в этом плане. Тут будет довольно, кстати, забавный такой нюанс. Он баг, да, даже я бы сказал. Ну, то есть это вообще нелогично. Я понимаю, как это произошло. Я сейчас вам объясню, когда мы дойдем до этого. То есть тут уже, в принципе, то, что мы делаем, не столь важно на этом участке Северной Америки. Так, жмем, получаем агента. Это все понятно. То есть у нас армия готовится к осаде Нидерландов. Не советую Нидерланды уничтожать. То есть заключайте мир, захватывайте Цейлон, потом делайте их протекторатом. То есть, в принципе, вести какой-то захват сейчас в Европе крайне не советую. То есть это все накинет вам агрессивки. Возможно, вас потом придаст огромный Испания. Испания, кстати, уничтожила Португалию. Мы тем временем продвигаемся на Алжир. И вот тут вот выйдет забавная фигня. То есть Алжир желает, скажем, от нас отгородиться, продать свои территории. А кому, то вы просто угарнете сейчас. Значит, тут померяем. Можем тоже распускать силы. Тут Порт заблокирован. Ничего страшного. Сбоку подсянем. Кавалерию вытащим. И сразу же уничтожим их. Все отлично. У нас Флотецкий, кстати, тоже почему-то вайпнулся. Это довольно странно. Хотя, казалось бы, ну просто странно. Нидерланды не живы. Возможно, как-то механика связана с Портом. Что мы типа его блокируем. То есть корабли автоматические вайпнулись. Окей. Не суть. Значит, у нас нету конфликтных зон интересов. Например, с Англией сейчас в Северной Америке. Хотя, конечно, я подозреваю, что возможно в каком-то ходу они все равно объявят нам войну. Здесь я уже не вытерпел. Сам проатаковал. Хотя этот генерал уникален тем, что он очень хорошо держится автобоем от обороны. То есть вы можете просто на пофиге стоять. Чуть-чуть усиливать его. И на него даже сутся нападать англичане. Вот если состат объявить войну, они очень долго. Они, скорее всего, два или три флота свои скрестят в один. И только потом нападут. Потому что у него слишком большие бафы к обороне на море. И это тот случай, когда именно в этой игре чем у вас больше звезд, тем лучше проходит для вас автобой. Вот. То есть тут они реально работают и реально дают шанс к автобою. И вот такой вот генерал-фотовозец оборонительный, как бы это ни звучало, он ушатывает всех. Вот здесь берем в осаду Нидерланды. Штурмовать не надо, рисковать. Потому что, во-первых, вы уничтожите фракцию. Это даст вам агрессивки. А Нидерланды это мажорная считается фракция. То есть держать это надо всю армию. То есть если вам кто-то объявит войну, то получается как бы надо либо там садиться с корте. И еще это нудило. Я думаю, это от того не стоит. К тому же эти Нидерланды вам ничем не мешают. Вы занимаете так называемые французские Нидерланды. И по этому направлению у вас все. Чики-пуки. То есть я беру право прохода, но они подъявляют. Ни Алжир, Швеция отдали. Заметьте, что Тунис они отдали Нидерландам. И сейчас будет самый главный мем, как сказать, завершения уже этого прохода. То есть у нас сейчас будет подходить 15-й ход. 15-й ход, но по факту мы сдали 14 прокрутов. То есть будет еще 16-й ход, поэтому не спешите отключаться. Смотрим до конца, что у нас получится. Сидите unfriendly, но в принципе там пару гифтов по 2500. И вы ваши отношения улучшите. Можете там еще технологии как-то обмениться, договариваться и проще. Скорее всего они еще будут воевать с Антой, что также улучшит ваши отношения и в таком духе. Потому что Англия как бы в них упирается с юга и с севера. И как бы их территории для США будут довольно интересны. Значит здесь вас уже ничто не подгоняет. Флот там можно починить. Видите сколько лычек он набил. Такой именитый генерал. Супер-дженералы. Вот. Пользуясь моментом, еще раз напоминаю, что был бы рад любой благодарности. В виде подписки или там донатов через бусте. Оно будет конечно по ссылке, по сноске я вам тут оставлю. Как хотите, лишь бы чтобы вы его нашли. А там не люди некоторые говорят, что они даже не в курсе были, что я где-то об этом обмалывался. Я имею ввиду среди подписчиков. Поэтому я уже прямо в видосе говорю про это. Значит идем на Тунис. И тут самая изюминка, так сказать, этого трая в том, что в Тунисе нам внезапно подарили суперпорт. Я это не сразу, кстати, обнаружил. Но это очень круто. То есть смотрите, они здесь пошляют флейт. Я подумал, ну блин, флейт это стандартный корабль. Они вроде и в обычном, да, могут торговому порту это нанимать. И как бы что здесь такого. Но не тут-то было. Потому что тут, кстати, чтобы где-то там не писали, что типа вот и все, автобой выиграл. Вон у меня флот утонул. Ну ничего страшного. Но в принципе он тут по большей части больше и не нужен был. То есть если будет устро необходимость, здесь одним бригом вы все равно проскочите куда вам надо. Или рано или поздно вы любите этих пиратов. Или их любят испанцы. Потому что у них уже огромный флот галеонов. Там Новая Испания очень много галеонов нанимает. И после того, как Испания достаетесь галеона, у них просто бабок неимоверный. Там их флот будет, конечно, немножечко доминировать. То есть сейчас, не знаю, вернемся ли мы на порт. Ну в общем смысл в том, что там второй военный порт. И это позволяет вам нанимать линейные корабли 4-го ранга. То есть вы в принципе можете составлять конкуренцию Британии. Вот перекрыть там Гибралтар, например. И уже воевать с ними во всем. То есть, о, видите, да. Успел показать, так сказать. Ну, собственно, как-то так. То есть держите Нидерланды в осаде. Доводите до одного хода. На втором ходу, скорее всего, они кто-то там атаковать. Вы, соответственно, их автобоем разбиваете. Хотите, можете сыграть лично. Только всех не убивать. Иначе автозаймете это поселение. То есть, а на следующем ходу, когда остается один ход, просто принуждайте их к миру. Так как у них еще есть Сейлон, вы не сможете сделать протекторатом. Но сможете забрать все их технологии. Включая военно-морские и прочее. Потому что, как я напоминаю, у них со старта колледж. То есть, раздеваются они довольно быстро. И вполне возможно, помогут развиться и вам. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.